Новая украинская школа 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 на этой земле. Мы, батьки. Таторгуемость при здоровье наших детей. И ставим из-за этого ответственность. Именно поэтому мы оценили все возможные речи и приняли решения. На законных подставах. Не вакциновать наших детей. Будь-яка дискриминация в Украине заборонена. Статья 15, статя 21, 22, 23, 24 и Конституции Украины. Тем не менее, наши детей сегодня пытаются не пускать в нашу школу. Та садочки. Без жодных правовых подстав. Нам кажуть, що наши діти є потенційно небезпечними. Але ж вони здорові. Нежи в Украине почали боятись здорових дітей. Їх почали цькувати. Дитині кажуть, ти заразний, через тебе хворіють інші. Їх начали вигонять. Нам сказали, що нас за школу не пустять. Але я так вчитися хочу. Батьків фантажують. Даже найбулі уязвіми. Я великий раз. Проте ніхто з лікарів не готовий за цю безпеку ручатися. Лікарі відмовились підписати гарантію, що щеплення не зашкодить моєї дитині. А батьків примушують брати відповідальність. Інформована згода – це формальність. При цьому хворим дітям можна ходити до садочку. Про що піклується держава? В правовому государстві має бути вибор. У правовій державі людина… Здорова людина не має бути примушена до профілактики. Яка не є стою відсотково безпечною. Що робити? Ми зверталися до департаментів… Міністерств… Верховної Ради… Кабінету міністрів… У суди… Нас не чують… І тому ми йдемо до вас… 22 серпня о 12.00… Подтвердите… Інформована… Другу дату. Здорові діти – це наше будущее. По свечі не діти. Наша спина. Благополучше. Пан президент, почуйте нас. Я Рами Дзаденський. Я хочу строгий римана на Паскалі. Вас борись, Падзаден! Дякую. Действительно, 22 числа под офисом администрації президента состоялся митинг. Люди приехали. И вы сейчас видите здесь главу организации «Вакцинация. Свободный выбор» Веронику Сидоренко. Я хочу вас спросить. Вы были в Києве. Сколько вас было? Кто-то к вам вышел? Как происходила акция? Вообще была реакция на то, что, в общем-то, было запущено по всей стране? Да, безусловно. Приехало намного больше людей, чем вы ожидали. Только предварительно на митинг зарегистрировалось около 300 человек. Но, как мы видели, по нашим оценкам было более 500. Конечно, присоединились киевляне, но многие люди не регистрировались, просто ехали. Люди кооперировались, снимали автобусы, кто-то ехал на поезде, кто-то в последний момент выхватывал эти билеты. Почему? Потому что вопрос недопуска действительно сейчас стал очень остро, в особенности после выступления на брифинге Ульяны Супрун, исполняющей обязанности министра здравоохранения и Лилии Гриневич, министра образования. После того, как было озвучено, что детям непривитым нельзя в садике, в школу, то пошла волна, скажем, местного давления на родителей непривитых детей. Врачи перестали давать справки даже элементарные о том, что ребенок здоров, даже справку в бассейн, если вы не привиты, мы вам давать не будем. Учителя начали звонить и говорить, что вы в школу не придете, там только через ВКК или еще. Еще раз хотим, то, что мы озвучили на митинге, то, что мы озвучили в нескольких обращениях к президенту, к тем же министрам, к Верховной Раде, никаких изменений в законодательство не было внесено. Все, о чем говорили министры, это не является юридической нормой, не является нормативно-правовым актом, это является просто выступлением. Ничего нового не было введено. С 2000 года существует закон об охране населения без администрационных болезней, и лишь с 2017 года его начали трактовать в том смысле, что давайте не допустим непривитых детей в школу и сад. Несмотря на то, что существует масса законов, принят в 2018 году закон об образовании, который говорит, что не может быть никакой дискриминации, не может быть никаких, ни по состоянию здоровья, ни по оказанным медицинским услугам, не может быть никаких запретов к доступу к получению образования, доступу именно в форме, которую выбирают родители. Скажите, пожалуйста, к вам кто-то вышел на митинги, либо вы постояли, помитинговали, просто на вас посмотрели из окон, и все. Была какая-то реакция? Когда мы только начали разворачивать всю деятельность, еще не было ни журналистов, никого, вышел представитель администрации президента, нам было предложено оставить наше обращение. В ответ на что мы сообщили, что мы приехали к президенту как гаранту, что нам нужен диалог. Мы уже несколько обращений отправили, и нам нужно как бы живое общение, нам нужно мнение первого лица, гаранта конституции. Человек, это то есть администрация президента, он ушел, посоветовался, больше мы никого из гостей не видели. Мы сейчас собрались в таком небольшом кругу, мы пытались вызвонить начальника департамента образования Детского горсовета, но что-то никак не сложилось у нас. Поэтому я очень благодарна, что есть представитель от департамента здравоохранения, это очень важно, потому что все-таки какой-то диалог между, даже на местном уровне, какой-то диалог должен быть, какая-то все-таки идея, не знаю, что-то. Какое-то решение нужно, конечно, искать. Спасибо, что есть представитель педагогического коллектива, который тоже знает, и у тоже есть своя реакция на то, должен ли больной ребенок посещать педагогический коллектив, дошкольное учреждение, либо нет. Мне бы хотелось... Я прошу прощения, мы говорим не о больных детях, а мы говорим о непривитых детях, это разные вещи. Да, есть и больные, и непривитые, мы вообще об этом сейчас будем говорить, потому что действительно... Мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали, вот действительно ли с первого сентября непривитые дети не смогут посещать дошкольное и школьное учреждения Одессы? Это заявление двух министров, министра образования и министра здравоохранения. И что тут комментировать? То есть вы получили указ и как бы... Мы не получили указ, это заявление наших министров, которые являются руководителями этой страны и выполнение законов этой страны. Прошу прощения, министры не являются руководителями страны? Поэтому они относятся к администрации. Вот, и поэтому, конечно, если такое решение принято на уровне двух министерств, то оно будет выполняться. Как в таком случае быть родителем, который вот категорически имеет, ну, против вакцинации? Пожалуйста, ваша позиция. Дело в том, что решение, если властей принято, оно оформляется соответствующей бумагой. Ни письмом, ни поведомлением, оно оформляется приказом. И министры этого знать не могут. В стране уже приняты законы, и они работают. И в каждой стране, как бы законопослушной стране, есть законы, которые регламентируют нормы жизни этой страны. Они у нас есть. Да, это конституция, основной закон, который говорит о том, что все имеют право на образование независимо от... Все имеют право на защиту от инфекционных заболеваний? Безусловно, все имеют право на здоровье, и это приоритет. Безусловно, и имеют право на здоровье. Ребенок должен быть здоров. Это приоритет, который записан в конституции нашей страны. Ну так непривитые дети, они же есть здоровые дети. Ну, не все, но основная масса. У меня, допустим, дети, которые привитые, родители боятся действительно их отпускать в школу. Это факт. У вас были вот такие разговоры с родителями, как они реагируют? Конкретно в моей школе такого нет. У нас как-то такое лояльное отношение. У нас не вешают, допустим, плакаты о том, что мы вас не впустим. Я, допустим, впервые слышу о том, ну, конкретно про мою школу. Мы, учителя, не обзваниваем, не говорим, что мы вас не впустим. Обязательно привиться. То есть травли буллинга как такового нет, правда. Конкретно в моей школе. Что касательно родителей, они решают этот вопрос больше с медсестрой непосредственно. То есть, ну, как бы через учителей это проходит только в качестве справок и так далее. У нас, у меня такая тенденция, у меня сейчас второй класс, и у меня такая тенденция, что у меня уже привели детей заблаговременно. То есть май, апрель, там, июнь, июль. То есть у нас таких конфликтов не возникает. Наверное, потому что, скорее, большая масса родителей за это. То есть, скорее всего... За вакцинацию. Да, за вакцинацию. То есть у нас такая тенденция в школе. У нас что со стороны администрации лояльные отношения, нет вот таких вот каких-то заявлений громких. Что со стороны родителей тоже. Они приходят в школу, они слушают определенные, ну, как это сказать, может быть, правила, да, и они им следуют. Ну, я это так вижу, допустим, да, я не отношусь непосредственно к здравоохранению, да, но вот в данном случае вот такая картина, то, что я наблюдаю. Николай Петрович, а как в Южном, например, вот как в вашей школе? Я не знаю, как в Южном в целом, я знаю, как в моей школе. В школе за все, что в школе творится, отвечает один человек. Его называют директором школы. Директор школы должен обеспечить, как говорила здесь Анна Петровна, выполнение тех приказов, которые идут от наших руководителей. С одной стороны. С другой стороны, директор школы не должен допускать того, чтобы кто-то из детей был отчислен из школы, не допущен к образованию, потому что это нарушение закона. Конституции. Да, нарушение Конституции. Образование. Но тут точно есть опасность, что ребенок непривитый может заразить тех остальных. Для начала он может заболеть сам. Ну, смотрите, получается... И сам, и заразить. И заразить. Сам-то он заболеет, он еще и заразит других. Такой самый, как и привитый может заболеть и заразить других. Скажите, пожалуйста, я закончу. Поэтому директор школы должен поработать с родителями таким образом, чтобы таких родителей, которые почему-то отказываются от того, чтобы спасти их собственного ребенка от этой чумы, от этой болезни и так далее, он должен их убедить в этом, что нужно привыть своего ребенка. Убедить. И заранее, зная, какие дети придут к ним в школу, заранее с родителями работать. Объяснять им. Потому что многие родители, которые принимают такие кардинальные решения, а я не хочу, они просто не знают, чем они рискуют. Давайте узнаем, чем вы рискуете, почему действительно образовалось целое сообщество, причем мы не будем говорить, что это последний год, оно действительно уже где-то с 2000-х, наверное, года такое достаточно активное. Почему вы не хотите прививать своих детей, почему отказываетесь от прививок? Я хочу сказать, что абсолютно правильно сказал директор школы, что функции директора школы действительно входит объяснять, разъяснять, информировать. Абсолютно правильно. Не допускать такой функции нигде не прописано, нигде. Ни в должностной инструкции, ни в законах профильных. Есть масса законов об образовании, нигде не прописан механизм. И когда нам говорят, что статья 15-я — это императивная норма, ну, извините, это мое личное оценочное мнение, ко минимум безграмотность. Императивная норма — норма Конституции. Статья 15-я. Единственная фраза в ней — «Видвидование дитячих закладов детям, какие не отрывали профилактических щеплений, не дозволяется». Механизмы. Если даже представить, что школа — это дитячий заклад, если даже представить, что это относится к школьникам и к детсадовским детям, то механизма воплощения этого нет. Нигде не прописано, кто должен отстранить, на какой период, по каким признакам и так далее. Единственное есть исключение. Да, главный санитарный врач страны может отстранить на определенный период по причине, например, чрезвычайной ситуации эпидемии и так далее. Это первый вопрос. Второе. Почему мы не принимаем своих детей? У нас в организации абсолютно разные люди. У нас в организации даже есть люди, которые хотят прививать своих детей, но хотят, чтобы на них в этом не давили. Почему? Медицинское вмешательство, оно априори, оно не может быть, нельзя к нему принуждаться. Принудительным, да? Да, оно не может быть принудительным. Это нам показала вся наша история, это показала Вторая мировая война, концлагеря, когда многих людей принуждали и ставили на ними опыты, и кровь брали, и так далее. Собственно, итогом этого была конвенция о биомедицине, ратифицированная во Вьеда, которая, статья вторая, её говорит, что никто не может быть подвергнут медицинскому вмешательству или научным опытам без своего согласия. Тоже нам говорит и Конституция Украины, именно статья третья её говорит о том, что человек, не общество, не коллектив, а именно человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, непрекосновенность и безопасность являются высшей социальной ценностью государства. Почему многие родители как бы не... Отказываются прививать детей. Отказываются. Во-первых, есть недоверие государству. Прежде всего, из-за принуждения. Почему меня принуждают? Если это такое благо, почему меня нужно принуждать? Доводы о коллективном иммунитете и так далее, они ничем не обоснованы. Ни в правовом поле, ни фактически научными публикациями. Если мы берём публикации того же Хедрика, они о коровах, о овцах, нет научных данных массовых. Не было проведено... Оно с одной стороны не обоснованно, а с другой стороны, смотрите, оспа-то за счёт того, что была коллективная иммунизация, этой болезни сейчас нет уже. А есть данные, сколько людей было? Они выросли от того, что прививали все, и первое, все эти были доярки, которые доили заболевших коров оспой, и получили иммунитет. Ничего, всё нормально. У вас есть данные, сколько было привито людей? У вас есть данные, сколько было привито людей за то время? Есть данные, сколько потрачено лекарства на борьбу с натуральной оспой. За 76-80-й год в месяц в мире тратилось 98 миллионов долларов. Тратилось на лечение больных с натуральной оспой, которую ликвидировали. Так, слава богу, эти 98 миллионов в мире можно пустить на что-то другое, на трансплантацию, на какие-то препараты при каких-то тяжёлых хронических заболеваниях, на онкологию. Это и есть прогресс, и внедрение новичных технологий, сколько наше государство тратит на вакцинацию. Которые необходимы, не только наши. По одному, пожалуйста, потому что не будет слышно. Вы можете ответить, пожалуйста, ваша реплика. Да, я хочу сказать, что рынок вакцинации у нас в современном мире тоже очень возрос. И сейчас уже оценивается, по-моему, в несколько миллиардов, или я точно не помню, но очень большая сумма. Но растёт же население Земли. У нас уже не один миллиард. У нас уже семь с половиной миллиардов, если быть точнее. Хорошо, я говорю о том, что по экономической причине мы вряд ли можем тут сказать. Тем более, что после вакцинации тоже есть последствия, и вы прекрасно о них знаете. И даже местные последствия, когда, например, болит нога, и человек не может, ребёнок не может учиться. Это называется реакция. Хорошо, да. Это тоже реакция организма. Это тоже реакция организма реагирует. Давайте посмотрим, как сейчас идёт вакцинация. Вот мы специально поехали в одну из городских поликлиник и посмотрели на активность родителей. Ну, в общем-то, как это происходит. Я прошу, пожалуйста, журналиста поставить сюжет. Детская поликлиника номер три. Именно она обслуживает подрастающее поколение одесситов дошкольного и школьного возрастов. Последние дни августа здесь не протолкнуться. Родители спешат привить своё чадо. Во всяком случае, на вопрос, не страшно ли вакцинировать ребёнка, все как один утверждают, хуже, если заболеет. Семилетняя Ева мужественно переносит экзекуцию. Говорит, уколов боится, а прививок нет. Ну, по крайней мере, почти нет. То, что вакцинации не следует бояться, уверена и мама маленькой Евы Мария. Только так, её ребёнок не заболеет даже в случае очередной инфекционной эпидемии. Да, в школу идём первый класс. И перед первым классом надо сделать последнюю прививку. Никогда не было страшно делать. Мне в школе делали, когда я была маленькая. Моей семьей, мы всем детям моей семьи. Поэтому так же самое и своего ребёнка. Когда я родила, я делала всякие прививки, которые были в программе. Впрочем, как признаются сами медики, далеко не все родители охотно идут на то, чтобы привить своих детей. Особенно после того, как начитаются всяких страшилок в интернете. По поводу прививок, которые родители не хотят делать, основная масса родителей, которые отказываются от проведения профилактических прививок, тут идёт боязнь возможных осложнений и неосведомлённость о качестве вакцин, о составе вакцин, о том, какие реакции могут давать. То есть очень много, большую реакцию даёт интернет. То, что они начитываются в интернете, много негативных отзывов. Однобокость данной позиции, поэтому вот так вот они отказываются от прививок. Я считаю, что это нужно делать, и я стараюсь говорить, я говорю, говорю, он как родитель, вот как мать двоих детей, потому что это действительно надо. Потому что где мы это сможем найти, это неизвестно. Не было ничего, мы не ждали кори, но, к сожалению, она пришла. К большому сожалению, большая заболеваемость. И также дифтерия, да тот же столбняк. Ребёнок упал, тем более маленький ребёнок. Вот тебе царапинка, вот тебе ржавый гвоздь, ну и всё что угодно. Одной из причин, почему некоторые родители выступают против вакцинации ребёнка – неэффективные закупки и некачественные вакцины, которые действительно могут привести к негативным последствиям. Одесситка Евгения, например, не стала вакцинировать своего ребёнка сывороткой, произведённой в Индии, поскольку слышала о ней много неутешительных отзывов. Я не хотела делать индийскую прививку, вакцину, которая находилась в поликлинике, потому что я услышала много отзывов негативных. Пришла в поликлинику на проверку своего ребёнка, ну и поделилась своей информацией с педиатром о том, что очень много негативных отзывов от родителей, о том, что дети очень тяжело переносят её. Но что мне медсестра сказала, говорит, «Господи, неделю потягай за собой ножку, и всё». Поэтому я не рискнула делать эту прививку. Купила в аптеке то, что мне понравилось, и сделала ребёнку. При этом ещё год назад было известно, что Украина закупает вакцины, которые даже не зарегистрированы в развитых странах. Об этом заявила Наталья Куть, глава Гослегслужбы. Правда, уже бывший глава. Вот что она сообщила в своём интервью. Цитирую. «В Украине никто не проверяет качество вакцины, которые заходят по международным закупкам. В соответствии с законодательством, все вакцины, которые закупаются таким путём, поступают в Украину, минуя контроль Гослегслужбы. Все остальные препараты проходят полную цепь государственного контроля. Кроме того, если вакцины и проходят контроль, то в лаборатории, которая подчинена не Гослегслужбе, а Минздраву, в структуре нашего ведомства соответствующей лаборатории нет». Конец цитаты. Однако стоит отметить, что в последнее время закупкой сывороток занимается международной организацией ЮНИСЕФ, после чего они проходят специальную переквалификацию Министерства здравоохранения и повторно тестируются. «Вот все боятся сейчас АКД, что это индийская вакцина и так далее. Вот мы, ну я не знаю, почему напуганы так родители, но поверьте мне, что мы не видели реакции. Я не могу говорить того, чего мы не видели. А мы обслуживаем достаточно калечество 18 тысяч детей». Среди этих 18 тысяч будущий ученик Мариинской гимназии Винсан. Долгое время его родители были против любых прививок. «Не робили, не робили щеплень, бо батьки были против, то они не знали, то такая вакцина, то такая то сяка. А теперь мы уже сделали все прививки. Какую остальную прививку мы идем до школы, в Мариинской школе». «Мне трое раз сделали, а теперь еще четвертый раз. «Больно было?» «Ну, всего лишь один раз было, а потом два раза не было больно. Раз сюда, сюда, сюда прибивки. Я не знаю, но надо всем делать прививки, чтобы пойти в школу». Еще, наверное, самое главное – не пытаться обмануть руководство школы или детского садика с помощью купленной справки о вакцинации. Поверьте, это вранье может слишком дорого стоить, а здоровье купить уже не получится. Можно я? Пожалуйста, да. Я некомпетентна в этом вопросе, потому что я педагог. Но вот у меня просто складывается впечатление, что сейчас больше идет информационная травля, ну, в плане того, что переизбыток информации дает вот такой вот результат. В социальные сети эту ситуацию достаточно раскачивают. Да, смотри, посмотрите, даже немного фейковая информация. Я уже сказал вот какую-то ерунду. Извините, это вопрос в компетенции врача. О, компетенции врача. Но никак не о компетенции этой вакцины. Ну, это мое мнение. Я же говорю, я некомпетентна. У меня вот вопрос. Не дай бог, конечно, но в вашем окружении были люди, которые действительно пострадали от этой вакцины. Потому что я, допустим, ну, я как ребенок, я 92-го года рождения, я вакцинирована. У меня тоже была реакция на Монту, у меня была реакция на… Я помню, нам в классе, я не помню, в седьмом, по-моему, делали от столбняка под лопатку. У меня была реакция. У меня поднялась температура, которая длилась там, ну, я не знаю, часа два, наверное, да. Вот, ну, в принципе, как бы все. На этом все закончилось. И у меня вопрос. Вот действительно, есть ли люди, которые вот в вашем окружении, не дай бог, пострадали? Я надеюсь, что нет. У нас, да, есть люди, которые обращаются в нашу организацию, у которых дети… Был здоровый ребенок. Есть видео, ребенок 8 месяцев развивается, все разговаривает, насколько он может. Делается вакцинация ему в год. Ой, 8 месяцев, 11 месяцев. Делается вакцинация в год. Ребенок регрессирует, перестает говорить и так далее. Есть дети, которые развиваются вакцино-ассоциированные полиомилии тоже. Кстати, может быть, врачи нам расскажут, если у нас сейчас дикий вирус полиомилии. Но основной вопрос у меня такой. Вот сказано про преквалификацию ВОЗ, не ПЕРИ, а преквалификацию. Вы можете рассказать, в чем у нас состоит эта преквалификация? Потому что действительно мы получили ответ от МОЗ, что все вакцины, которые преквалифицируются в МОЗ, это не значит квалифицируются, это не значит сертифицируются. Это преквалификация. И я думаю, что нам врачи расскажут, в чем она состоит, что именно эти вакцины, как и закупленные за ЮНИСЕФом, как и привезенные как гуманитарная помощь, они в Украине не проверяются. Я так понимаю, что тут основная реакция – это вот это недоверие, потому что именно самокачество вакцин. Что бы вы сказали? Вот вы иммунолог. Что бы вы сказали? Вы все-таки занимаете высокую должность в городском департаменте. Я по качеству вакцины. Во-первых, все вакцины, которые на сегодняшний день есть у нас, они соответствуют GMP стандарту, то есть это золотой стандарт производственной практики. То есть это само по себе, это контроль производства, который в себя включает много этапов, очень много этапов, начиная с контроля производственных помещений, где производится вакцина, и заканчивая контролем за выходящим оттуда продуктом. То есть как бы на самом деле производство вакцины – это достаточно длительное время. То есть в среднем одна доза вакцины производится где-то в течение двух лет. Вот около 70-70% времени тратится именно на проверку качества. То есть как бы это, во-первых, для начала, сначала нужно отобрать биоматериал, который, собственно, должен соответствовать. То есть как бы сначала идет отбор биоматериала. Вот после того, как произошел отбор биоматериала, биоматериал проходит контроль. Если он прошел этот первый контроль, значит, дальше идет следующая стадия производства. Допустим, если это неживые вакцины, значит, идет его, ну, грубо говоря, инактивация, мы его убиваем тем или иным образом или выделяем из него какие-то частички. То есть как бы если это живая вакцина, значит, идет следующая серия, когда этот живой вирус обрабатывается, обрабатывается, и обрабатывается до той степени, чтобы лишить его возможности вызывать болезнь. То есть как бы дальше контроль. Если этот биоматериал прошел контроль, идет следующая стадия. Дальше каждый вот, то есть это вакцина у нас на сегодняшний момент, как правило, многокомпонентные, то есть от нескольких заболеваний, от дифтерии, от столбника, может быть в одном флакончике, полиомиелит там одновременно может быть. Поэтому контроль идет отдельно за каждым возбудителем. Потом этот каждый возбудитель считается в количестве. Ну то есть как бы допустим, вот во флакончике должно быть, я не знаю, там 15 международных единиц. Ну это грубо, да, то есть как бы. То есть и вот в этот флакончик складывается 15 международных единиц одного, там 20 международных единиц другого. То есть как бы дальше идет третья стадия контроля и так далее. То есть как бы если 2 года производства, то 75-полтора года идет на контроль качества. Это первая стадия контроля, которая выходит с самого производства. Не важно, где производится вакцина, важно, что то производство, которое ее производится, ответствует GMP стандарту. А второе? Оборудование, помещение и прочего. То есть нормативная документация по производству вакцины. Затем производится выезд на место, где производится вакцина. И плюс, даже если вакцина получила преквалификацию ВОЗ, то есть помимо документации, изучения, то есть помимо выезда на место представителями ВОЗ, причем там не бывает так, что это представители какой-то одной страны. То есть это группа международная, группа экспертов, которая проводит вот этот второй. Мы поняли. Мы поняли. И более того, ну потом как бы я просто достаточно часто отвечаю на эти вопросы, возникает вопрос, ну вот допустим производство получило преквалификацию, да, и все, что их больше никто не проверяет? Нет. Существуют периодические контрольные проверки с целью проверить, соответствует ли производимое качество тем высоким стандартам, которые на самом деле заявлены. То есть говорить о том, что вакцина не проверяется, ну как... В Украине не проверяется. Я поняла вас. А можно, нет, можно важный вопрос? Давайте еще реплируем, перейдем еще к другой теме. С ферром институтов Индии, который поставляет нам индийские вакцины. У него есть GMP сертификат? Да, конечно. У него есть GMP сертификат. А почему вы, есть очень много информации, что у него его нет? Я не знаю, почему у вас есть информация о том, что у вас... Действительно информация запускается в интернет? Но эта информация тоже главы Госслужбы, во-первых. Это верная информация, если вам... Я, естественно, с собой не брала сертификаты, да? Ну, понятно, да. То есть как бы, ну, если вам будет интересно, вы же знаете меня уже, знаете, где со мной кажется. Я вам с удовольствием, я вам с удовольствием покажу GMP-стандартам, ну, то есть сертификат на индийскую вакцины. Хорошо, давайте вот еще один вопросик в этой серии. Ну, мы спишемся с вами, да, конечно? И перейдем к следующей теме. Я просто хочу спросить, вот прошлый год все помнят, это вспышка эпидемии кори. Действительно, имеет ли право вот этот вот запрет на посещение невакцинированных детей для того, чтобы в этом году вспышка не была не только кори, а, допустим, еще и дифтерии? Ну, на сегодняшний момент действительно есть ребенок в реанимации со столбником. Столбника вспышки не может быть, это индивидуальная болезнь. Я имею в виду кори, я имею в виду опять продолжение, да? Я услышала вас, да, то есть как бы... Но действительно получается, что один непривитой ребенок, который заболеет, он может заразить окружающим. Вот именно. Да, то есть как бы, и это абсолютно... А привитой не может, который заболеет привитой, он не может заразить окружающим. Ну, мы с вами на самом деле уже же эту информацию обсуждали, да, и действительно есть такое понятие, что от 3 до 5% привитых детей, к сожалению, не могут выработать иммунитет на введение вакцины. Это индивидуальная такая вот особенность. Да, естественно, 3-5% привитых детей могут заболеть кори. Это, к сожалению, правда, нет стопроцентной гарантии, да? Но, тем не менее, если не будет вспышки кори, которая передается, как правило, от непривитых все-таки детей... У вас есть такие данные, что от непривитых? Я хочу вам сказать, что мы тут говорим о таких вещах, когда личное ставится выше общественного. То есть, трактовка закона так, как мне удобно. А что такое демократия? Демократия — это добровольное подчинение закону, если говорить очень простыми словами. Такая ситуация на сегодняшний день. В прошлом году у нас было 55 тысяч заболевших в целом по Украине. В этом году у нас уже 57 тысяч. Вот на последние недели, когда есть данные Министерства здравоохранения Украины, то творится у нас в городе. У нас с момента, вот за 2019 год заболело более 700 человек, а конкретно 747 случаев кори, в том числе 317 среди детей до 17 лет, это 42%. И самое страшное, что болеют маленькие дети и самые уязвимые дети — это возрастные категории от года до 4 лет. Их 15%. Взрослые, взрослые — 58%. Если в начале, вот в 2017 году, у нас в Одесской области, в городе Одессе больше было детей, то механизм заражения и болезни... Переходит на другой. Ребенок заболел великолепно, чаще всего в школе, приходит домой, а там кто есть? А там есть маленький ребенок, которому до года, или там есть годовалый ребенок, или там есть мама с папой, которые не болели корью, а прививка была еще в детстве, или они тоже не получили прививку от кори. И вот болеет вся семья. А дальше результат. У взрослых, это данные анализа истории болезней, которые находились у нас в инфекционной больнице городской, 20% осложнений. Это тяжеленные коревые пневмонии, это энцефалитные осложнения. Но взрослые вообще тяжело переносят детские болезни, да? Из всех детей, которых мы потеряли в прошлом году, их было 8, это дети, которые имели хроническое заболевание. То есть этих детей, это слабое звено, их надо было привить в первую очередь. Потому что если посмотреть все-таки, что же, какие чаще всего болеют, а болеют непривитые, их колеблется в зависимости от, сколько за неделю заболело, 98-99,5% это непривитые дети. А теперь смотрите, что мы говорим, нам нужен коллективный иммунитет, чтобы тех пяти детях, о которых говорила Людмила Ивановна, у которых либо не вырабатывается иммунитет, либо есть болезни, которые не разрешают привить этого ребенка, вакцина живая, чтобы мы защитили этих пятерых, должны привиться 95. Тогда вот этот коллективный иммунитет 95 детей позволит пяти деток защитить, и они у нас не заболеют. Вот это, так сказать, альфа и омега того, что мы называем профилактика. И мы это должны делать. И мы делали, и мы были привиты. Сейчас вас не слышно, пожалуйста. Не перебивайте меня, пожалуйста. И привиты наши дети. И привиты наши внучки. Вы сейчас получите реплику. И я как бабушка буду выступать на любом школьном собрании, в любой гимназии, там, где учатся мои внучки, и там, где они не учатся, и в детских садах, за то, что дети должны быть привиты. Потому что, если посчитать количество денег, которые семья тратит на лечение болезни и на профилактику, то это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. Если вакцина КПК, корь, паратит, краснука, классная европейская вакцина, стоит 141 гривну, это, считайте, там три заболевания, профилактика трёх заболеваний, корь, паратит, краснука. Она именно европейская, не индийская, когда? По 40 гривен каждое заболевание, профилактика каждого заболевания, то вот лечение заболевшего стоит гораздо-гораздо дороже. И если мы посмотрим, сколько это стоит Европы, вот европейские страны как бы дают нам в пику, что вот вы завозная корь, сколько стоит пролечить? Это получается от 209 до 480 евро в случае осложнений. Так скажите мне, пожалуйста, допустим, 1 евро 97 центов, да, профилактика или 480 евро лечения заболевания? Есть разница? А вы гарантируете, что привитый не заболеет? Вы гарантируете? Нет, ну гарантия, что привитый не заболеет, я только что говорил, и мы все вырабатывали с иммунитетом. 1 евро с 400 евро, я не могу понять. Ну, смотрите, дело в том, что давайте, во-первых, ну, то есть на самом деле очень мы переходим в такую загадочную плоскость, да, то есть, во-первых, гарантируем ли мы, гарантируем ли мы? К сожалению, 100% гарантии, мы завтра выйдем на улицу, будет ехать пьяный водитель, он, наверное, тоже, может быть, имеет право в демократии ездить за рулем, как он хочет. Не, ну подождите, но вы же говорили, что нет принуждения медицинских манипуляций. Психически нездоровый человек садится за руль. Как и в тех же Штатах и Европе, да. Да, садится за руль и едет, да, то есть как бы, тогда его тоже нельзя, наверное, изолировать, он же, ну, это же принуждение, его нельзя насильно лечить. И пускай у нас все психически нездоровые люди. Ну, как в Штатах, так и делают. Ну, это вообще, наверное, ну, вы, может быть, считаете, что это правильно? Я, например, не хочу, что считаю. Я считаю, что не должно быть принуждения. Подождите, понимаете, безопасность. Очень плохо, что у нас сегодня вы не пригласили тех родителей. Вот у нас есть общественная организация, которая называется «Батьки за вакцинацию». А я не знала, что есть такая организация, честно говоря. Это те люди, которые были против вакцинации, которые были прививаться своими мыслями. А у меня есть предложение. Мы в следующий раз пригласим вот эти две общественные организации, которые «за» и «против», и обсудим эту тему. А сейчас давайте все-таки перейдем к следующей. Еще у нас небольшой кусочек времени остался. Потому что у нас все-таки 1 сентября. Сколько стоит собрать ребенка в школу? Сколько стоит вообще сейчас учиться в наших школах и посещать садики? Это помимо всех вот этих справок, что все-таки нужно принести, чтобы все-таки туда попасть. Давайте посмотрим небольшой сюжет. Немножко переведем уже разговор с такой горячей, но более такую приятную, может быть, тему. До 1 сентября остаются считанные дни. Те родители, которые еще не успели собрать ребенка в школу, сегодня едут покупать все и сразу на самый популярный рынок Одессы – седьмой километр. Ряды рынка пестрят школьными принадлежностями, формой, бантами и всем необходимым к школе. Канцелярия минимальная, что нужно чаду в его учебе и, пожалуй, самая подъемная по цене. В целом, цены на тетради варьируются от 1 гривны 40 копеек до 11 гривен. А сколько может стоить такой средний набор для школьника, чтобы он ни в чем не нуждался? Вот средняя цена такого? Ну, где-то средняя цена, где-то гривен 500-600, вот так вот. Именно если из хорошего, а так у нас могут набрать там по мелочи 300 гривен, 350 и нормально. Наверное, на первое время. Потом родители просто докупают, когда вот именно нужно срочно. А вообще вот первоклассники у нас приходят родители только со списками. Там написано, например, вот карандаш марка. И вот они должны купить только этот карандаш, может он хороший. Например, там двухсторонний обязательно. Или вот только 1 вересня у нас есть. Вот чисто школярик, например, тетрадка. Но это только ручки и тетрадки. Самое главное к школе – рюкзак. Как же без него? Будет стоить родителям около 1000 гривен. Сегодня продавцы не на камеру жалуются, что покупатель стал избирательным. И денег на излишество у родителей зачастую нет. За 200 гривен хотят купить единицу школьной формы, будь то юбку или блузку. Но за такие деньги сложно найти качественный товар даже на седьмом. Продавцы же готовы предоставить абсолютно любой товар, лишь бы покупатель был готов его купить. По заверению продавцов, все родители ищут форму хорошего качества. В приоритете турецкие, польские товары и фабрики отечественных производителей. Но цены зачастую ищут минимальные. А сколько же тогда денег нужно на все вместе? Ну, с канцелярией, ну, я не знаю, мне кажется, ну, вот мой взгляд, это где-то 10 тысяч гривен. Так, это где-то примерно. Ну, это если обувь, спортивная одежда, куртки демисезонные, шапки и тому подобное, и плюс канцелярия, ну, это где-то 10 тысяч, это да. 10 тысяч гривен, да даже 5 – это больше официального зарплатного минимума по стране, который составляет около 4200 гривен. И абсолютно непонятно, как собрать в школу тех детей, чьи родители не получают зарплату в конвертах. А что до самого 1 сентября, то праздник закончится. А дальше начинаются будни и родительские собрания, на которых наверняка родителям придется выложить еще кругленькую сумму на всевозможные сборы, так необходимые в каждой школе. Итак, вы видите, сколько стоит собрать ребенка в школу и одеть его наверняка на сезон. Я думаю, что вот именно эта цифра 10 тысяч где-то и будет. Но разговор даже не в это русло я хотела бы повернуть. А что ребенок в школе получает? Действительно, наша школа сейчас стала новой украинской школой. Вот мне интересно, прежде чем вы расскажете то, что происходит, допустим, вот по вашему опыту, мне интересно вот спросить у вас, Николай Петрович, ваша школа экспериментальная, она была задолго уже новой украинской школой, пока эта идея появилась. Возможно, она и появилась, собственно говоря, реформа на основе того, что вы сделали еще в 1988 году, я насколько понимаю. И тем не менее, на ваш взгляд, эта реформа, она приносит свои плоды. И есть ли вот эта разница между тем, как должно быть уже на третьем году, как реформа началась, и тем, что происходит на сегодняшний день? Понятно. Идея реформирования нашей школы сама по себе... Вся украинская школа, вы имеете в виду? Вся украинская школа сама по себе позитивна. И те идеи, которые изложены, вот концепции новой украинской школы, они абсолютно нормальные, хорошие. Вот посмотрите, что предлагается. Первое, что образование должно быть ориентировано на ребенка, на конкретного ребенка. Раньше образование было общее для всех. В среднем. Да, независимо от того, можешь ты, не хочешь ты, и так далее, надо тебе, не надо. Все по единой программе учились. Сейчас предлагается этот процесс сориентировать на конкретного ребенка. Ну, а вот мы говорим сейчас не о самой реформе, мы говорим о реализации ее. Потому что мы много слышали отдельные парты, там, свобода с лего-игра и так далее. Сама идея, сама идея правильная. Но способы ее реализации абсолютно не дают возможности реализовывать эти идеи. Они в стороне от этой идеи. Вот вам удалось что-то в школе реализовать, поставить отдельные парты, например. Либо вот во всех классах интерактивные доски. У преподавателей там есть и принтеры, и планшеты, и так далее. Все, что положено. Электронные эти учебники и тому подобное. Вот в вашей школе, ваша школа по рейтингу, ну, областному, стала шестой. А вообще она входит в десятку лучших школ Украины и признана ЮНИСЕФ. Да. Как одна из кращих школ. Лучший школ. Европа. Европа, да. Да. Все то, о чем вы сказали, все это у меня есть в школе, причем еще до того, как стали пропагандировать для всех школ. Потому что моя идея, идея моей школы, моей педагогики, как раз и заключается в персонализации учебно-воспитательного процесса. Каждого ребенка надо учить своему. Сколько у вас интерактивных досок в школе? Ну, в каждом классе есть интерактивные. В каждом. Кто вам помогает, скажите, пожалуйста. Ага, ну вот это другое. Вот именно. Так, кто помогает? До тех пор, пока... Городской бюджет помогает, областной бюджет, либо спонсор, либо родители покупают. За бюджет забудьте. Так. Бюджет мне не нужен. Потому что много будешь просить, долго будешь просить, и ничего не получишь. До тех пор, пока Одесский припортный завод работал как нужно, все это делалось за счет Одесского припортового завода. Там был очень директор такой. Я поняла вас. Наш друг. Я поняла вас. Вот у нас есть еще одно мнение преподавателя. Вот как вы считаете? Вот я понимаю, что есть у нас в городе школы, которые действительно могут гордиться тем, что у них есть и доски, и принтеры, и так далее. Но есть обычные, самые обычные школы, в которой вы работаете. Вот как у вас обстоят дела? Вот реально. Мы можем показать или вы расскажете? Я скажу. Вы рассказывайте, а я режиссеру попрошу включить иллюстрацию. Ну, в принципе, давайте, наверное, посмотрим сначала, да? Это на кадрах мой кабинет, классный. Я показываю абсолютно все, что у нас есть, при том, что… Извините за звуки, там каблуки и все такое. Пожалуйста. Комитивайте. Что нам предоставило государство из того, что они заявляли? Я не говорю сейчас о том, что мы просили, не просили, о том, что они заявляли. Парт у нас как не было, так и нет одноместных. То есть коллега моя, которая получила парты одноместные, они ничем не отличаются от обычных парт, за которыми сидели до этого дети. Они просто вместо двухместных, они одноместные. Насколько я проинформирована. 80 сантиметров. Да, да, да. То есть они не наклонные? Вот те парты, которые… Нет. Те парты, которые вы видите одноместные, это достались нам просто, как бы были в школе. Это нам не дало государство. Мои коллеги дали, попался такой. У нас на школу, по-моему, 6 классов, не буду врать. На 6 первых классов только 2 комплекта дали. И вот, собственно, вот эти комплекты, они, я же говорю, они ничем не отличаются от двухместных. Они просто одноместные. То есть ребенок не в состоянии даже передвинуть эту парту. Она такая же тяжелая, она такая же неудобная. Смысла в этом нет, правда. Потому что я, как педагог, я повинна впровадить концепцию новой украинской школы. И у нас по концепции новой украинской школы буквально на каждом уроке мы должны менять место расположения парт. Дети должны работать в парах, в группах, в отдельности. Пуфи, где он может пойти посидеть, помолчать. Конечно, конечно. То есть это все должно быть. И вы знаете, мне очень жаль. Я, допустим, стараюсь, очень стараюсь, насколько я это могу. Я пытаюсь впровадить концепцию новой украинской школы. Она мне сама по себе нравится, эта концепция. Она интересная. Я не скажу, что что-то новое я узнала, потому что я еще изучала в университете, что должен быть индивидуальный подход. Мне это самой нравится. И поэтому мне интересно наблюдать за детьми, когда они проявляют свои таланты и берут то, что им интересно. И я же говорю, мне печально то, что мы не можем это сделать, внедрить в таком, в такой мере. Как оно прописано? Оно прописано красиво, действительно? Конечно, красиво. А как в ваших школах? Вот там, где, собственно говоря, вас сейчас пустят или не пустят? Как у ваших школах? Вот вы мамы. Конечно, пустят. Все дети имеют право на образование. Внимание, сейчас микрофоны ловят ваш разговор, пожалуйста. Просто мой сын, он пошел в первый класс уже новой украинской школы. И нам очень повезло с педагогом. Она, как и вы, она сама в проваджии, как вы говорите, внедряет эти принципы. Она к каждому ребенку относится индивидуально. Нам в этом очень повезло. Что мне не нравится? Как бы мне достаточно все равно парты какие-то двухместные на местные, пока они не мешают детям. То, что детям, ну, 30 человек на наши классы, довольно небольшие, ну, негде им развернуться этим детям. А в основном дети сейчас активные. Опять же, на перемене бегать тоже они не всегда могут. Движение, то, чтобы ребенок, да, мог, например, подвигаться, вот ему захотелось, он не может сейчас сидеть. Нету такого, нет пространства вот этого. Должно быть обеспечено интерактивное какое-то пространство, мне кажется. И это не вина учителей, это не вина директоров. Мне кажется, что тут просто должны быть как-то новые школы, может быть, построены. Или как-то, как-то должно быть это... Ну, вот у нас в Одессе 30 школ работают еще с двумя сменами. То есть она так передвигается. То есть это говорит о том, что мест не хватает, а что о том, что школы нужно строиться, должны строиться, и о том, что выход нужно какой-то искать. Ну, и давайте подведем, наверное, итог нашей сегодняшней встречи, потому что как разрешится ситуация 1 сентября не за горами. Кто попадет в школу, кто не попадет, кто попадет в новую украинскую школу, кому повезло, красивый класс. Кто будет жить и мечтать о том, что все-таки какие-то деньги найдутся, которые обещали. Давайте подведем небольшой итог о том, ну, какой вывод можно сделать, допустим, и по вакцинации, и по тому, может быть, действительно индивидуальное обучение. Может быть, в Южный будем ездить, нам Николай Петрович Гузяков-Тобус будет присылать, чтобы мы любовались лучшей школой в Европе, одной из лучших школ. Давайте несколько слов. Давайте, Николай Петрович, вот вы несколько слов. Ну, по первой проблеме, я уже сказал, что нельзя рисковать, детьми. Нельзя допускать того, чтобы в школу пришли носители этой заразы. Но нельзя допускать, иначе вымираю. Я вам приведу такой простой пример. В 45-м, в 47-м годах на Западной Украине, где я родился, были села, которые абсолютно вымерли от чумы. Вымерли все люди. Недалеко от нашего села. И у нас, в нашем селе, по вымиралу много людей. Но как только стали нас прививать, прививки, постепенно все стало нас выместить. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, на самом деле, помимо кори, которую, в конце концов, наверное, мы победим, никто не отменял столбняк. И в случае столбняка это не коллективный иммунитет. То есть, как бы, это только твой собственный индивидуальный иммунитет. И видеть, когда ребенок 7-летний находится в реанимации, но стоимость лечения в реанимации я не буду озвучивать, потому что количество препаратов, которые тратятся на этого ребенка, оно колоссальное. То есть, как бы, я просто озвучу стоимость по здоровью. То есть, это настолько тяжелое инвалидизирующее заболевание. Во время вот этого апистотонуса, то есть, когда это судорога, когда пациента выгибает, могут рваться сухожилия, мышцы. То есть, как бы, насколько... То есть, могут ломаться кости. То есть, это настолько тяжелое заболевание, что, честно говоря, я не знаю, на какой... Как, вообще, ну, можно рисковать своим ребенком. От столбника, честно, вообще никто не застрахован. И когда я слышу, что очередной ребенок попал в реанимацию со столбником, понимаете, ну, на самом деле, наверное, уже даже в Африке этого не происходит. И становится как-то так, ну, вот, грустно на самом деле, что для того, чтобы родители почувствовали, наверное, весь этот ужас ситуации, да, кто-то должен оказаться вот в такой ситуации. Спасибо большое. Елен, несколько слов. Я хочу сказать больше о человечестве. Правда, мы все должны быть толерантными друг к другу. И, во-первых, не должно происходить травли ни в одну, ни в другую сторону. Это первое. Во-вторых, мы должны прислушиваться. Прислушиваться. Вариант критического мышления никто не должен исключать. Мы все должны стать и на одно место, и на другое. И я бы еще что хотела сказать, что очень важно, что все-таки, все-таки мое личное мнение, что мы должны прислушиваться к квалифицированным людям все-таки. Я же говорю, это мое субъективное мнение, как бы я поступила. Я доверяю врачам на сегодняшний день. Я на сегодняшний день не занимаюсь самолечением. И это очень важно. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Вероника. Да, я абсолютно поддерживаю Елену во всем, что она сказала. Вопрос доверия, он действительно сегодня ключевой. Было бы доверие государству, было бы доверие к врачам. Я думаю, не было бы такого вопроса о вакцинации и так далее. Что хочу еще сказать по поводу непривитой. У нас сейчас как раз государством пропагандируется понятие того, что непривитый — это либо заразный, либо носитель инфекции, либо так. Как, прошу прощения, здоровые дети не являются носителями инфекции. Насколько у них шанс там больше, меньше заразиться, знают врачи прекрасно это все индивидуально. Это зависит от иммунитета, каждый конкретный момент. Не понимаю, что сегодня нам показывает статистика по той же коре по всей Украине. И, кстати, и по одесскому региону цифры обзвучиваются абсолютно разные. Где-то болеют больше непривитых, где-то больше привитых. Нет такой единой базы, которая бы нам сказала да или нет. И опять же, привит или не привит ребенок абсолютно не сказывается на его праве на образование. И я надеюсь, что на это образование, благодаря вот таким людям, которые у нас здесь, будет только улучшаться. Спасибо большое. Марина, Ваш линия? Я хочу только добавить то, что если мы хотим строить действительно настоящее правовое государство, значит в правовом государстве нет дискриминации. И Ваша, пожалуйста, реплика. Я хочу сказать, что в каждом правовом государстве существует закон, который выполняют граждане государства. Я хочу сказать, что наша страна, конечно, сейчас очень тяжело. Это страна в экономической кризисе, страна в войне. И, может быть, нам стоило подумать и направить все-таки нашу работу не против прививок, а подумать, поменять какие-то вакцины, потому что в принципе каждый родитель имеет право выбора. Тебе не нравится эта вакцина, нет проблем. Есть пропозиции. Очень разумная пропозиция, на мой взгляд. Ты можешь взять и пойти, купить и сделать этого ребенка, если ее нет в бюджете государства, потому что бюджет выделяется государством только на то, что государство может себе позволить. И, наверное, как бы подводя итог, я могу сказать одно. Каждый наш поступок, каждое наше действие, оно должно быть направлено в то же время самое и на благо нашей страны. Потому что имидж нашей страны надо поддерживать и надо думать об этом, чтобы не думали о нас, как о людях, которые просто приходят, приезжают в другую страну и привозят туда какую-то инфекцию. Это уже как бы недостойно нас, потому что мы, украинцы, мы живем в нормальном правовом государстве и должны все делать для этого правового государства. Спасибо вам большое. В заключении хочу представить, напомнить, кто с нами сегодня был в студии. Николай Петрович Гузик, основатель экспериментальной школы «Город Южный», народный учитель Украины, член-корреспондент Академии наук Украины. Анна Петровна Лунева, начальник отдела охраны материнства и детства Департамента здравоохранения Одесского горсовета. Самоленко Людмила Ивановна, врач-иммунолог, заведующий областным центром клинической иммунологии. Вероника Сидоренко и ее коллега по общественной организации «Вакцинация. Свободный выбор» Марина Гусева и педагог Елена Кельницкая. Спасибо вам большое, что вы были с нами, что вы пришли. Дискуссия, конечно, не для всех удобные вопросы, но тем не менее, если их не будет, этих дискуссий, то, наверное, ничего не будет происходить, кроме конфронтации. Ну, а в заключении маленькая ремарочка уже от нас, что действительно 1 сентября не за горами. Знаете ли вы, что в нашем городе, к сожалению, не закуплены электронные учебники для наших детей? Бюджетные комиссии сказали о том, что на это нужно 14 тысяч гривен, то есть для того, чтобы подключиться к платформе. И вот очень большая просьба от всех родителей Одессы, найдите 14 тысяч гривен, подключите детей к платформе, чтобы все могли пользоваться электронными учебниками, электронными дневниками, потому что мы все-таки строим новую украинскую школу. С вами была Марина Аксенова, проект «Красное и черное». Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова